У нас представлены представители разных трактических уровней и таксономических групп тест-объектов. Это ракообразные и водоросли. Ракообразные у нас культивируются в этом климатостате. Климатостат это такое оборудование, которое позволяет поддерживать постоянное освещение, температуру и смену дня и ночи. У нас есть требования по обеспечению производственного контроля на площадке. Это вода, воздух, отходы и почвы. В соответствии с графиком ежегодно лаборатория проводится порядка 57 тысяч измерений. Как раз всех факторов окружающей среды. Безусловно, это для нас очень важно, поскольку на основании этих замеров мы смотрим, какое состояние у нас на сегодняшний день есть. По конкретным источникам. То есть, если мы говорим про воздух, то мы делаем измерения по всем источникам на территории площадки, которые у нас есть. Мы, соответственно, оцениваем влияние этих источников. И, соответственно, на основании этих же измерений у нас планируется как мероприятие по улучшению атмосферного воздуха, по улучшению качества воды, по обращению с отходами. И, соответственно, это является очень важной составляющей в работе по защите окружающей среды, по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Вот, сламя у нас порядка 2000 градусов. Значит, проба у нас поступает в прибор с помощью капиллярчика, да, засасывается. На экране у нас появится график в зависимости концентрации от атомной инструкции. Понравилось абсолютно все. Показали доступно, понятно. Я полностью довольна с тем, что тут люди работают. И методы довольно современные. И то, что добиваются огромных достижений. Это вот нам объясняли, когда мы к нам печь, это просто раньше это было какое-то металлолом, а сейчас это реально что-то невероятное, что можно определить концентрацию в воздухе. Ну, это, конечно, гениальное создание человечества. Думаю, это еще не конец и не начало. Думаю, скоро будет еще лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова